Приветствую вас на моем канале. Ко мне наконец-то пришли датчики влажности SI7021. Вот такая вот небольшая оплатка. Она, насколько я понял, универсальная, то есть на нее ставятся датчики другие, там, SHT21, HTU21 и тому подобное. Определить, какой датчик пришел именно к вам, потому что они отличаются по цене, там, по параметрам. Как я говорил, при рассмотрении документации можно, если убрать вот эту защитную пленку, аккуратненько. И посмотреть, какой формы отверстия у вас на датчике. У меня, как видим, оно круглое. Не знаю, видно или не видно. И расположено по центру, то есть как раз то, что указано в документации на микросхему SI7021. С обратной стороны обвязка, это стабилизатор на 3,3 вольта и схема преобразования уровней. Сам датчик работает от 3,3 вольта максимальная, но на этой плате он спокойно работает с 5 вольтами питания и логические уровни. Подключение стандартное, это усиление плюс-минус питания 5 вольт и это усиление подтягивающие резисторы также есть уже на плате модуля. Все основное я про него рассматривал в документации, поэтому сейчас мы просто его испытаем, проверим параметры. Ну, как-то, более-менее. Программа для теста датчика выглядит следующим образом. Ставим A2C Master, кастомный компонент, импортируем в него макрос модуля влажности SI7021 и RS232. Отправляем данные в COM порт через USB Arduino на компьютер. Вначале при включении небольшая пауза, инициализируем A2C Master, затем команда readmodel. Считываем 1 байт данных и отправляем его на компьютер, чтобы проверить, какая это модель датчика. Далее, настройки. Разрешение 3. Нагреватель у нас изначально выключен. Напоминаю, что по разрешению я выставляю вот это число. А что он означает? Здесь, в этом даташите, ну, такая вот путаница, что наибольшая влажность разрешения здесь, ну, температуры также. А далее тут непонятно что. 8, 10, здесь в разнобой идут разрешения. Но обычно, я думаю, что в высоком разрешении температуры и влажности нет необходимости. Температура может быть, но влажность это уже такая величина, которая в домашних условиях очень точной оценки не подается. Поэтому здесь я поставил 3, и нагреватель выключен. Так, и в write heater. Давайте здесь буду включать. Тогда пока мы тут отключим его. Основной цикл. Каждые 500 миллисекунд мы производим измерения. Вызываю макрос. Read pressure. Byte. Ввожу целое число давления. А, кстати, почему давление? Да, довольно часто путаю давление и влажность. Давайте переделаю. Ну, вроде есть правил. Выбираем. Прочитать влажность. Byte. Возвращаем переменную. MSB. И затем вызываем макрос. Прочитать температуру. LastTemp. То есть после последнего измерения влажности. Переменная. LSB. Также целое число вывожу. Преобразуем полученные числа в строки и отправляем на компьютер. И затем для проверки нагревателя я просто буду здесь вначале включать. Тут пишем, что нагреватель включен. Ставим 1. И здесь указываем его уровень необходимый. Максимальный ставить не буду. Так где-нибудь минимальный и средний поставлю. Компилируем. Получаем вот такой размер файла. Подключаю плату Arduino Nano к USB компьютера. Открываю программу Xloader. Указываю данную прошивку. Указываю плату Arduino Nano. Подключенный COM-порт. И нажимаю Upload. Все, программа загружена. Переходим в терминал. Смотрим, как она работает. Подключение, как и говорил, стандартное. Четыре провода. Подключаю питание USB. Открываем терминал. Находим порт пятый. Подключить. И видим вот первый ответ. Модель 21. По документации вспоминаем вот ответ 21. Это как раз датчик SI7021. И далее идет влажность. Опять же я назвал ее буквой P. И температура. Стет. Мой китайский влаготермометр. Показывает 39%. 27,3 градусов температура. Вот там плюс-минус погрешность. Давайте расположу его над рукой. Подождем маленько. И видим, что вверх пошла влажность. Наверное температура поднимется на градус 2. Вот именно влажность больше отреагировала. Убираю руку. И через некоторое время она вернется в норму. Давайте зажму пальцами датчик. Нагреем его. Пошла вверх температура. Ну в общем все отрабатывает правдоподобно. Защитную наклейку снимать наверное не рекомендуется. Что-то у меня было в предыдущих видео про нее. Уже сам не помню. Вроде бы ее снимать не нужно. Ну и так она отлично отрабатывает датчик. Довольно быстро. Проверять разрешение. Выводить перемену с плавающей точкой. Но тоже особого смысла не вижу. Так как повторюсь влажность это такая величина. Которую до десятых долей в домашних условиях не измеришь. Может она правильно измеряет. Но кому это надо. Короче я это делать не буду. И то что мы сейчас проверим это ток потребления в таком режиме. Обычный рабочий. И потом включим нагреватель. Посмотрим как он влияет на ток потребления устройства. И на показания температуры и влажности. Подключил микроамперметр. Пробуем измерить ток в обычном режиме. Как видим вот в дежурном. Когда не происходит измерение. Ток показывает 5 микроампер. И во время измерения я специально увеличил паузу до 3,5 секунд. Чтобы можно было это увидеть. И есть вброс когда происходит измерение. Ток потребления увеличивается. Но до скольки там неизвестно. Напоминаю что по документации. Вот в режиме стендбай. Ток потребляемый датчиком. До 0,6 микроампер. Но это сам датчик. А у меня на модуле там стабилизатор и прочие схемы. И вот видим 5 микроампер. В режиме стендбая. И в режиме измерения тут до 0,1-0,2 миллиампера. До скольки там скачет неизвестно. Я думаю проверять нету смысла. Потребляет датчик очень мало. Поэтому давайте перейдем сразу к нагревателю. И в зависимости от значения регистра. Ток который идет на нагрев. Вот от 3 до 100 миллиампер. Ну давайте пройдем 3 измерения. Первое. Включим нагреватель. Значение 0,0. Нет. Сначала выключу нагреватель. Зафиксируем. И потом просто не буду трогать датчик. А перепрошивать новые значения нагревателя. Итак. Первая программа. Без нагрева. Понятно что мы ток не увидим. Включаем нагреватель. 1. И настройки нагревателя. Регистр. Пишем. Что там? 0 пишем. Ок. Нажимаем connect. Смотрим модель. И пошли показания. Ток показывает около 3 миллиампер. Документация что у нас? 3,09 миллиампера. Так. Температура. Влажность. Особо не меняется. Влажность чуть-чуть падает. Температура может чуть подрасти. Это и будет реакция на нагрев. Сейчас она очень слабая. Вот видим что влажность продолжает падать. Потому что датчик как бы просушивается внутренним нагревателем. Переходим в настройки. И давайте зададим. Так. Давайте вот наверное 27 миллиампер. И хватит. Да. Пусть будет значение 4. Пишем здесь. 4. Ок. Загружаем. Подключаем. И видим ток потребления 25,5 миллиампер. И показания температуры и влажности следующие. Резко довольно падает влажность. И потихонечку растет температура. То есть внутренний нагреватель разогревает датчик. Таким образом мы можем отследить что датчик работает. Мы можем выдержав долгое время его так просушить. При необходимости если он долго был во влажной среде. И что то там по определению точки росы и прочее. То есть у нас есть очень удобный внутренний нагреватель. Который позволяет вот таким образом нагреть датчик искусственно. И проверить его реакцию. Влажность упала до 15. Температура 45 градусов. И ток потребления модуля примерно соответствует документации. Здесь указано 27. Миллиамперметр показывает 25. Скорее всего это потому что напряжение на выходе платы Arduino Nano не 5 вольта, а поменьше. Вот такие испытания модуля измерителя влажности и температуры на базе датчика SI7021. Стоит платка порядка 120 рублей. И в интернете отзывы о этой микросхеме довольно хорошие. Благодарю одного из подписчиков, который в комментариях под видео по документации открыл мне тайну их работы. Я вот тоже все не мог догадаться. Гуглил как же работают такие электронные датчики влажности. В чем причина. Но оказалось, что все банально, как и обычные датчики влажности. Принцип заключается в том, что у нас есть два термометра. Один из которых сухой, а второй обмотан грубо говоря влажной тряпкой. И таким образом внутри этого датчика расположены два датчика температуры. Один из которых находится как бы в корпусе внутри. А второй в этом окошке, который заполнен гигроскопичным материалом. Который впитывает влажность из окружающей среды. И на основе разности показаний вот этих двух термодатчиков мы получаем на выходе значение влажности окружающего воздуха. Из минусов шла посылка от этого продавца довольно долго. Заказал 14 июня. Пришла, не знаю, по-моему в августе. Я уже не вспомню. Кинули просто в почтовый ящик. Пакет очень тонкий. Там просто два этих модуля. То есть доставка около двух месяцев.